Всем привет! Сегодня рассмотрим любопытную программку по обновлению ядра, которая очень, скажем так, корректно работает. Она была сделана для Ubuntu, но и для Mint она является, так сказать, хорошей рабочей программой. Ну, заводим парольчик во всех сборках Цинамона. У меня практически пароль я сделал самым коротким. Когда все настроите, сделайте себе пароль хоть километр длиной, это уже зависит, как говорится, от вас. Нажимаем Enter. Все необходимую информацию всегда можете у меня посмотреть на сайте. Ну, давайте попробуем запустить ее через терминал. Так, и теперь попробуем ее вот здесь вот поискать. Вот она, голубушка сидит. Ну, я пока ее добавлю на рабочий стол. Вот она. Вот так выглядит эта программка. Она сейчас проанализирует все версии ядра. У меня сейчас стоит 4.4021 Generic. Вот. И прямо написано, что в данный момент вот это вот ядро у меня запущено. А предлагает она вот одну из самых последних версий. Ну, давайте попробуем. Нажмем на кнопочку установки, Install. Заведем парольчик. Как говорится, вперед и с песней. Ну, вот программа закончила установку. И предложила, значит, закрыть это окно и перезагрузиться. Что мы и сделаем. Вот появилась надпись, что это ядрышко установлено. А вот эта надпись нам говорит, что сейчас пока программа работает вот на этом ядре. Ну, закрываем. Здесь, значит, мы нажмем на перезагрузить. Но перед этим я сохраню запись. Итак, я перезагрузился. Ну, запустим программу. Во-первых, вот здесь вот сразу видно, что стоит вот ядрышко. Последняя версия здесь. Ну, и посмотрим с помощью самой программы. Вот это ядрышко. На нем сейчас программа работает. Операционная система. А вот у нас, значит, имеется сведения о том, что это ядрышко установлено. Ну, если вы поработаете с программой, там, пару недель, если вы убедитесь, что у вас все нормально, и что вам это ядрышко старое не нужно, пойдете сюда. Зачиску. Вот, наберете на систему. И вот у вас будет информация старое ядра. Вот, можете подробно посмотреть. Отметьте галочкой. Нажмете на очистить. Нажмете парольчик. И уберете все ваши старые, как говорится, ядра. Я вам не рекомендую это делать сразу, почему. Потому что у кого-то что-то может не пройти, тогда вы сможете снова найти эту программу. И с помощью ее обратно встать на старое ядрышко, на котором у вас все работало и было все нормально. Вот таким вот образом. Ну, вот программа заканчивает свою работу. Остались еще параметры пакетов. И их мы тоже почистим. Ну, и в конце концов получим финальное сообщение, что вот все нормально. Можем провериться здесь. Вот у нас последняя ядрышко работает. И то, что у нас было там 4,4, что-то там. Одно из них. Все они, как говорится, были аккуратно убраны. Вот таким вот образом. Значит, чтобы не получать сообщения, каждому должен, как говорится, раз в сети обновления, то вот в автозагрузке, программа при установке, она себя ставит, как говорится, автоматом загружаться. А вы можете ее отводить из сообщения, отключить и проверять только там раз в месяц, там, или раз в несколько месяцев. Ну, зависит от вас. Видите, если у вас новая ядрышко будет работать стабильно и без огрехов, то перескакивайте на него. Если нет, то всегда сможете вернуться на старую версию. И пылесосик используйте только тогда, когда уже окончательно убедитесь, что все у вас работает нормально. Ну, в результате всех этих телодвижений, вот появилось на значке обновлений, что имеется 4 рекомендуемых обновления. Ну, так, ради бога, давайте их, значит, установим. Нажмем наш коротенький парольчик единичку. Еще раз повторяю, что пароль очень легко поменять. То есть, когда вы все окончательно уже под себя, под свои нужды, все настроите и решите заняться там вопросами безопасности, вот, идете вот сюда, в самый низ, пользователи и группы, ну, набираете сначала первый парольчик, короткий, вот этот, встаете на пользователя, пароль, и вот запомните, что вот теперь уже новый пароль вы сможете сделать не менее 8 символов. Вот, смотрите, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, только тогда нам показывают, что пароль средний, а до этого пишут, что слишком короткий, и так далее. Ну, в принципе, ну, меняйте на пароль, это могут быть и цифры, и буквы, на любой, который вам нравится. Ну, по всем канонам, значит, вот, запомните, что хороший пароль, значит, это пароль где-то не менее 8 символов. Ну, а там, если, там, вот так вот наберете, ну, все равно, видите, будете получать такое сообщение. По себе подберете то, что вам нравится. Вот так производится смена, это говорится, пароля. Я во всех своих сборках сделал пароль самым коротким, единичка для чего? Чтобы пользователь, ну, не набирал эти, там, длинные, там, пароли, или еще что-то, нажал одну клавишу, и все. Ну, я считаю, что это, скажем так, должно быть для пользователя удобно. А уже когда там все это дело будет настроено, подстроено, да ради бога, хоть километр длиной делайте пароль, это уже, как говорится, зависит от вас и от вашего вкуса. Ну, вот программа закончила обновление, практически все сделано. Я вам коротко рассказал об этой чудненькой программке по смене, по обновлению ядер. Вот, название у нее, там, труднопроизносимое, УКУ. Ну, практически программка хорошая. Так что я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго и до новых встреч.